Всем привет, ребята, меня зовут Богатейши Ди, добро пожаловать в новое видео. То, что я собираюсь тебе показать, взорвет тебе мозг. Биткоин еще не делал этого за последние 11 лет. Он вот-вот должен показать самый главный сигнал, который просто лишит тебя дара речи. И я скажу больше, это тот самый сигнал, который каждый инвестор мечтает увидеть. И более того, очень сильно не хочет пропустить. Если ты здесь новичок, не забудь подписаться на канал. Здесь мы каждый день говорим о самых интересных вещах из мира криптовалюты. Я веду этот канал с 2018 года и практически каждый день я рассказываю о том, что творится с криптовалютами. Также буду рад поддержке лайком, это очень помогает находить мотивацию для создания новых видео. Итак, то, что я сейчас покажу тебе, просто взрывает мозг. Это называется теорией Эллиота. И кажется, когда-то давно я уже показывал тебе этот график. Настолько давно, что уже и не вспомню когда. Но дело в том, что он отыгрывает себя как по маслу. На этом графике мы видим целую историю биткоина, которая может быть разделена на 5 импульсных волновых движений. Волновая теория Эллиота основана именно на таких импульсных движениях, но также учитывает рыночное настроение, человеческую психологию и взаимоотношения людей с деньгами. Так, после первой растущей волны, когда начинается коррекция, многие люди задаются вопросом, а где же та точка, когда коррекция закончится и начнется рост? Затем этот рост начинается и продолжается какое-то время до новой большой коррекции, во время которой люди снова задают все тот же вопрос, а где же та точка, когда падение закончится и начнется рост? Ключевой момент заключается в том, что ты, как инвестор, с удовольствием бы инвестировал в точки, где заканчивается вторая волна. Окончание второй волны является лучшей возможностью для того, чтобы купить биткоин и получить самые большие прибыли. Но что, если я скажу тебе, что мы сейчас вполне себе можем находиться во второй волне и можем быть близки к завершению второй волны прямо сейчас? Волновая теория Эллиота подразумевает пять импульсных движений. Кстати, я совсем не буду сидеть тут и изображать из себя специалиста волновика. Люди обучаются этому 40, 50, 60 лет, мне столько даже еще нет. Но что я скажу тебе, я люблю фильтровать тонну сложной информации и подавать ее для тебя в простом понятном виде. Вот что я делаю. Итак, пять волновых импульсных движений заканчивается тем, что называется ABC коррекции, какую мы видим и вот здесь. Теперь я хочу поговорить про правила. Есть несколько правил насчет этих волн, которые нужно запомнить. Вторая волна, которая является коррекционной волной, не может падать на всю длину первой волны. Точно так же, как и четвертая волна, которая также является коррекционной, не может падать на всю длину третьей волны. Это просто-напросто невозможно. Еще одно правило. Третья волна никогда не может быть самой короткой из всех пяти волн. Обычно третья волна является самой длинной и самой мощной волной, и при этом растущей. И, кстати, если мы действительно сейчас находимся во второй волне, которая вот-вот закончится, то следующей волной будет именно третья. Третья волна – это самая великолепная волна для того, чтобы получить огромные прибыли. Обычно в ней инвесторы и получают всю прибыль волнового цикла. При этом пятая волна уже гораздо слабее третьей и первой. Что касается коррекционных волн, второй и четвертой, они являются медвежьими рынками. При этом первая, третья и пятая являются бычьими рынками. После пяти волн в теории Эллиота обычно происходит ABC-коррекция. Как вот здесь, например. Я не буду вдаваться в технические нюансы, которых здесь полным-полно, просто постараюсь объяснить это простыми словами. ABC-коррекция – это как передышка после пятой растущей волны. Кнопка перезагрузки. Потому что после пятой волны нам необходимо время для построения фундамента для следующих пяти волн. Поэтому, если после пяти волн ты наблюдаешь ABC-коррекцию, знай, что после завершения этой ABC-коррекции начинается первая волна. И все пять волн снова повторяются. И что я могу сказать о том, что первую волну мы уже отрисовали, как мне кажется, вот здесь. И сейчас мы находимся во второй коррекционной волне, которая, по моему мнению, также подходит к концу. Вот тут все становится еще интереснее. Мы можем взять завершение первой волны в прошлый раз и отрисовать коррекцию по Фибоначчи. Интересно отметить, что коррекционная вторая волна подошла к уровню 0.5 по Фибоначчи, вот здесь. И угадай, что? Нынешняя коррекция сейчас также подходит к этому уровню вот здесь. Мы очень близки к этому уровню. Ты можешь использовать такой трюк для каждой волны, чтобы приблизительно понять, где она может остановиться, хотя бы в каком диапазоне она завершится и начнется новая. Но делать это лучше всего в начале третьей, самой сильной волны. Твоя мечта, как инвестора, должна заключаться в том, чтобы инвестировать в биткоин именно в начале третьей волны. И я верю, что вторая волна сейчас уже почти закончена, а значит следующая будет третья, самая сильная и растущая волна. Потому что сейчас график цены биткоина находится практически там же, где он находился при завершении второй волны вот здесь, а именно у уровня 0.5 по Фибоначчи. Поэтому я и верю, что мы сейчас во второй волне, которая должна скоро закончиться и перейти в третью. Но есть один нюанс, почему волновую теорию лучше не использовать для торговли, а лучше для инвестирования. Потому что каждый видит ее по-своему. Ты можешь собрать полсотни людей, которые скажут, что они суперэксперты, и попросить их отрисовать волны по Эллиоту. И каждый из них сделает это по-своему. Имей это в виду. Теперь, при чем здесь RSI, индекс относительной силы, который ты видишь вот здесь внизу. А он, наряду с коррекционными уровнями Фибоначчи, очень помогает понять, когда может завершиться предыдущая волна и начаться следующая. Если мы проанализируем RSI, то увидим, что есть один очень интересный уровень, который я обозначил белым трендлайном. Когда индекс относительной силы касается этого трендлайна, как ты видишь, предыдущая волна заканчивается и начинается новая. То есть, когда RSI касается этого белого трендлайна, это предзнаменует собою начало новой волны. Так, например, вот здесь, когда RSI коснулся этого трендлайна, четвертая волна закончилась и началась пятая. То же самое касается и ABC коррекции. Коррекционная волна A заканчивается именно тогда, когда RSI касается этого белого трендлайна. И угадай что? RSI прямо сейчас снова касается этого трендлайна. Учитывая, что мы верим в то, что сейчас находимся во второй волне, это дает надежду на то, что скоро она закончится и начнется третья волна. Лично я, когда все это увидел, сказал «Вау!». Но хочу еще добавить, что люди легко могут проспать завершение второй волны начала третьей. Почему? Потому что посмотри, что было, когда в прошлый раз вторая волна закончилась и началась третья. Биткоин не сразу начал расти, а некоторое время пребывал в боковике. Каждая эта свеча – это один месяц времени, как мы видим здесь. Это около 7-8 месяцев. Мы можем увидеть нечто подобное и на этот раз. Опять напоминаю, что я не волновик, я просто люблю графики. Люди учат волны десятки лет, тратят на это 30, 40, 50 лет. Я даже столько еще не прожил. И даже при этом все равно могут ошибаться. Однако мне это показалось интересным, поэтому я и поделился этим анализом с тобой. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, почему бы не поддержать его лайком? Это помогает каналу, а мне помогает находить мотивацию для создания нового контента. Большое спасибо за поддержку. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok